9 ноября прошел день открытых дверей в недавно возведенном в Нарве доме попечения. Организация начнет свою деятельность 19 ноября. В эту пятницу все желающие могли получить информацию об услугах и ценах дома попечения, а также посмотреть, какие условия предоставляет учреждение. Это и круглосуточный уход, это та услуга, которой будут пользоваться люди, если они будут у нас жить. Плюсом к этому мы осуществляем интервальный уход. Мы предлагаем для населения именно дневной уход, тогда, когда родственники могут привозить своих знакомых, родственников нам на 12 часов. Для ухода, для того, чтобы чувствовать себя достаточно спокойными во время рабочего дня, максимальная, будем так говорить, временная категория дневного ухода, мы ее обозначили 12 часов с 7 до 7 вечера. Мы предлагаем определенные физиотерапевтические процедуры, мы предлагаем использование ванны как с помощником, так и без. То есть, такие небольшие процедуры, которые мы в состоянии оказывать, имея то оборудование, чем оснащен наш дом. Посетители остались очень довольны полученной информацией. Я женщина одинокая, мне 77 лет, и как бы возраст у меня идет уже к этому. Ну, все, все понравилось мне, понравилось, спасибо девочке. Ну, у меня суммы, конечно, такой нет, но у меня есть дача, у меня есть квартира, ну, будем смотреть уже как. И есть двое детей. На сына надежды нет, потому что он сам на инвалидности, и у него бюджет нет, он не в силах. Ну, а с дочкой буду говорить, может быть, поможет. Я бы сейчас бы перешла, если бы позволили ресурсы. Все абсолютно. Мне кажется, обслуживающий персонал такой, который нужен именно для больных людей. Нежный, ласковый, внимательный. Комнаты, двухместная комната. Да мы в Нарве так не живем, вот такой простор, такая красота, такое все. Самое главное, кто попадется с тобой рядом. Вот это самое главное. Есть такие бабушки, что они раньше времени тебя. Все, все абсолютно. Абсолютно. Большое спасибо всем, кто это организовал, кто это. Ой, вообще, до слез. Довольно-таки уютно, чисто. Телевизор, наверное, будет, да? Вот, ну, так все устраивает. У меня я только пенсии у меня, так у меня больше ничего и нет. Вот, квартира, и то на дочку оформлена, она в Турции живет. Так вот у меня такие вот проблемы, что, как вот в этом случае у меня будет обходиться с пенсией. Только, что квартиры у меня нету, так как она на мне не числится, а на дочке. Вот у меня здесь вопрос вот такой вот в этом отношении встал. Понравилось, очень понравилось. Я сейчас заплачу. Я готовлю своего сына сюда. Ему 44 года. Отец умер. И вот я сейчас хочу его сюда оформить. Вот мы живем рядом. Привезу на недельку посмотреть, попробовать. Если он согласится, значит, будем оформлять на постоянно. А так очень хорошо. Очень хорошо. Даже красивше и лучше и удобнее, чем в больнице. Я в больнице тоже лежала. Вот. Спасибо государству. Несмотря на довольно высокую цену за постоянное проживание в доме попечения, многие из посетителей выразили надежду в будущем воспользоваться услугами учреждения. Эта сумма 650 евро. Та, действительно, это стоимость, так называемая койка места в доме попечения. Это не значит, что для того, чтобы пенсионеру, пожилому человеку, человеку, нуждающемуся в уходе, сюда попасть, ему нужно выложить 650 евро из собственного кармана. Эта стоимость утверждается везде, во всех домах попечения. Она у нас есть и не только в Нарве. Любой дом попечения возьмите. Там есть утвержденная стоимость проживания. Другое дело, что сколько человек будет платить сам за это место. Сейчас те люди, которые у нас одинокие, норвитяне, у которых нет родственников, которые бы их содержали, они будут платить, они и сейчас платят 85% за свои пенсии. Оставшуюся сумму доплачивает город. Вот эта сумма 650, она и должна быть сформулирована для того, чтобы, во-первых, делать финансовое планирование учреждения, то есть составлять бюджет. Во-вторых, чтобы можно было эти места продавать другим самоуправлениям. Если у нас другое самоуправление хочет поместить сюда человека, мы же должны предъявить какую-то цену за это. Цена, естественно, формировалась путем анализа всех ожидаемых расходов, то есть вплоть до, ну, естественно, самое необходимое – это вот персонал, расходы на персонал, всевозможные вспомогательные средства, там и средства по уходу, и памперсы, и все прочее, амортизация какая-то вот текущего оборудования, ну и все прочее. В октябре в СМИ появилась информация о сложностях в организации питания в учреждении. На сегодняшний день городскими властями объявлена маленькая господставка на организацию питания в доме попечения, ориентировочно на 10 человек. Как поделился вице-мэр, это было сделано для того, чтобы получить питание до того, как будут известны результаты окончательной большой госпоставки, ориентировочно с соглашением на три года. Александр также сказал, что несмотря на то, что дом попечения рассчитан на размещение 160 человек единовременно, на первых этапах работы ожидается порядка 10 проживающих. Первая маленькая группа людей позволит спокойно наладить работу центра. В последующем количество проживающих постепенно будет увеличиваться по мере обращений. Продолжение следует...